так всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня хотелось бы поговорить о таком замечательном просто удивительном продукте как яйца самые распространенные яйца в наших регионах это в странах снг да и не только снг вообще по всему миру это куриные яйца в принципе яйца птиц между собой они особо не отличаются и можно употреблять любые яичные продукты и не имеет значения их источник то есть от какой птицы они произошли можно даже кушать черепашьи яйца которые по составу кстати от куриных тоже не особо отличаются все они в основном в принципе одинаковые единственное чем они отличаться могут это своими размерами самые большие яйца это конечно же какие страусины одно яйцо может весить примерно где-то один килограмм куриное яйцо весит приблизительно 50-55 грамм то есть я перед этим по страусиные со тоже сказал грамм или килограмм 4 как план так я к примеру яиц кушаю очень много это может быть где-то 10-15 яиц в день минимум многие очень боятся яйца потому что в последнее время скажем так далекие от реальности люди демонизируют этот продукт и рассказывают о том что там якобы очень много холестерина вообще этот миф уже ходит очень давно в яйцах на самом деле не так много холестерина там получается на 100 грамм яйца где-то 430 миллиграммов холестерина но это полграмма почти к примеру если мы возьмем жирные сорта рыбы там или мясо там холестерина не меньше а в некоторых случаях даже больше холестерин он не столь вреден он наоборот необходим нашему организму поскольку участвует во многих процессах также он необходим нашей печени чтобы вырабатывать желчь для пищеварительных процессов то есть это очень необходимый компонент для нашего организма и бояться его не стоит дело в том что у нормального человека у здорового человека уровень холестерина сколько бы вы не съели жирной пищи чтобы вы не употребляли уровень холестерина никогда не будет превышать верхней границы есть три условия при которых у вас будет все в порядке с этим самым страшным холестерином это первое вы должны заниматься спортом второе вы должны употреблять в пищу достаточное количество белка и третье не страдать ожирением если все эти три пункта соблюдаются то у вас все будет в порядке есть можно яиц этих самых сколько угодно без вреда для здоровья есть конечно там один белок я уже не помню как он называется в общем это скажем так аллерген именно белок из-за которого происходит у людей аллергические реакции однажды у меня когда-то это было это в детстве еще у меня случилось очень сильно чесался ерундовина неприятные но в принципе продлилась это недолго пару дней всего и собственно с того момента уже все никаких аллергии не было то есть видимо организм чё-то там уже выработал и собственно ему уже после привык он к этому белку и как видите я даже статью написал про гибкую диету где в моей диете присутствовало большое количество яйца многие там срач развели потом когда появилась диета я уже забыл как она называется это западная диета с макроссами что-то связано ну короче с компонентами пищевыми то есть есть можно что угодно и при этом соблюдая калорийность будете худеть ну собственно в таком ключе я написал диету свою вернее это даже не это целая статья и внизу лишь пример диеты причем я подчеркнул что это пример диеты это не обязательно нужно питаться так как я если вам не нравится явится и там сникерсы и торты можете их исключить то есть но нет люди читают между строк или они порой вообще статьи не особо-то читают вверх там прочитали середину и низ и собственно все начинают делать какие-то непонятные выведу начинают делать разводить срач под статьей слава богу это уже давно прекратилось и как бы все вдруг поняли что это хорошо и вдруг гибкая диета стала очень популярна но не благодаря мне конечно же потому что я в принципе статью написал еще 2014 году и там всего лишь где-то около ста с лишним тысяч просмотров немного да ну тем не менее кто-то все-таки уже посмотрел почитал и даже применяет на практике это приятно что моя моя статья кому-то помогает итак вернемся же к нашим яйцам в одном куриным яйцам вернее не в одном а в 100 граммов куриных яиц содержится примерно 12 с половиной граммов белка 12 около где-то 12 граммов жира 0 6 граммов углеводов там очень много незаменимых аминокислот так где-то порядка 12-13 штук 8 заменимых аминокислот то есть как видите яйцо богато на аминокислоты это и не удивительно потому что это продукт животного происхождения и большую часть яйца составляет жидкость примерно где-то семьдесят три процента так что даже можем сейчас зачесть в чем у нас там по составу эту бумажечку притарил так калорийность яйца у нас составляет 157-160 калорий на 100 грамм продукта у нас здесь все витамины группы b которые только есть у нас это b1 b2 b4 b5 b6 b5 b9 b12 есть нас витамин d витамин е биотин филохинон и короче еще там пару каких-то витаминов даже не оценить так следующий у нас здесь пункт у нас здесь по микро и макроэлементам я его конечно же отпущу потому что в принципе витамины и минералы есть во всех продуктах и нет смысла перечислять дальше у нас идет так у нас содержится маносахариды ну и вот как я уже говорил незаменимые аминокислоты у нас здесь аргинин вален гистидин изолицин или цинолизин метионин метионин плюс цистеин трианин триптофан фенилаланин фенилаланин плюс тирозин по количеству у нас здесь в принципе все скажем так в пределах животного мира не слишком много это естественно потому что это не пищевой концентрат как протеин там или быца аминокислоты где их достаточно большое количество содержится на одну порцию так как это естественный продукт в принципе они скажем так природно сбалансированы и заменимые аминокислоты это у нас аланин аспаргиновая кислота глицин глутаминовая кислота пролин серин тирозин и цистеин дальше у нас идет уже есть яйца у нас содержится роллы жирные кислоты омега-3 жирные кислоты омега-3 яйца содержит поэтому вам даже не обязательно если вы кушаете много из вам даже не обязательно употреблять омега-3 отдельно то есть как известно омега-3 в основном делают из рыбьего жира вообще по сути то есть вам тупо в капсулы рыбы запихнули и продают вот у нас типа омега-3 которые стоят в два раз дороже есть омега-6 жирные кислоты ненасыщенные жирные кислоты у нас тут их целая куча понимаешь раз два три 4 5 6 7 7 ненасыщенных и мононенасыщенные жирные кислоты но это в принципе нам особо не интересно да собственно список у меня уже здесь и закончился что же касается по поводу употребления яиц на диете ну или к примеру на массе на массе в принципе можно есть яйца с желтками сколько угодно в неограниченных количествах там за калорийностью следить не надо почему на сушке спортсмены убирают желток то есть примерно где-то из 10 яиц они съедают всего лишь два желтка это не потому что желток вредный это потому что желток очень калорийный получается что на 100 граммов желтка в общем объеме на у нас получается где-то 350 калорий то есть существенно а если на 100 грамм белковой массы именно яйца содержание белка в калориях у нас получается всего 44 калории разница существенная правильно вот по этой причине и убирают желток чтобы снизить калорийность своего рациона о подобном я уже рассказывал в предыдущем своем видео по поводу творога и по поводу жирности собственно так мы яйца и кушаем на сушке мы желток не полностью убираем все же оставляем потому что жирные кислоты нам необходимые те же омега-3 они очень полезны поэтому энное количество желтка сушки придется есть хотя бы два три желточка в день нужно съедать а все остальное мы едим белок потому что он менее калорийный ну и соответственно на сушке нам необходимо большое количество белка для того чтобы поддерживать нашу мышечную массу чтобы организм ее не поедал вот собственно и все все не так сложно как кажется ну и как говорил по поводу холестерина что многие очень сильно его боятся здесь есть много яиц можно отбросить копыт будет атеросклероз и в общем-то хана вас нет это неправда есть два вида холестерина при каких факторах они все же возникают это как я уже сказал если мы не занимаемся спортом потребляем мало белка и что-то мне еще говорил страдаем ожирение тогда у нас будут проблемы с плохим холестерином то есть а здесь я кстати уточню есть два типа холестерина есть плохой холестерин это липопротеины низкой плотности и есть хороший холестерин он высокой плотности хороший холестерин в своем составе имеет примерно где-то 30 процентов если не ошибаюсь жира и все остальное это белок плохой холестерин как вы уже догадались имеет своем составе всего где-то 20 процентов белка и все остальное жир в таком состоянии он способен прилипать к стенкам сосудов и собственно вызывать атеросклероз что приводит свою очередь к закупоркам этих самых сосудов так вот чтобы у вас преобладал хороший холестерин а неплохой как я уже сказал повторюсь снова для особо недоходчивых нужно заниматься спортом или вести активный образ жизни в принципе одно и то же потреблять большое количество белка ну небольшое скажем так достаточное для вас количество белка и соответственно не страдать ожирением и кстати по поводу ожирения можно подумать что есть допустим бодибилдер и спортсмен сидящие на массе как мы видим зачастую они такие жирненькие все ходят они могут страдать там жирным холестерином то есть у него их может быть большое количество но это не совсем так потому что соотношение количество жира и мышечной массы она несколько отличается чем у обычного человека и чем больше мышечной массы тем лучше потому что организм тогда скажем так более эффективно способен перерабатывать все эти компоненты сжигать их использовать гораздо более рационально не у спортсмена такой способности нету потому что он как бы нет никакой стимуляции из-за этого возникают проблемы со здоровьем поэтому обязательно нужно заниматься спортом нужно употреблять белковые продукты и соответственно не жреть прям так уж опашу задницу свою со стула нельзя было поднять поэтому не бойтесь яиц и ешьте их обязательно это очень ценный продукт и не зря он является продуктом стратегической важности в в любом государстве то есть наряду с крупами мясом рыбой это очень важный ценный продукт я уже 150 раз повторил это слово но для особо недоходчивых потому что мне очень по этому поводу часто пишут постоянно что-то спрашивают вечно у людей какие-то страхи непонятные начитаются каких-то непонятных статей на смотрится каких-то непонятных видео и потом в общем там начинают бояться собственной тени поэтому если у вас есть какие-то вопросы есть у вас есть какие-то соображения по этому поводу обязательно пишите их в комментариях обсудим это без проблем если что-то видео сказал не так тоже это можно обсудить то есть без проблем также можете зайти к нам на сайт это твой тренер там целая куча информации по поводу питания есть множество программ тренировок и всего остального поэтому не считаемся заходим выбираем там не могу также вам ответить на вопросы можете задавать их в комментариях без проблем так что вот такой вот у нас сегодня видео на было надеюсь оно было достаточно информативным хотя мне показалось что-то я упустил все же ну не знаю наверное все же потом дополню подумаю хорошенько еще раз переберу целую кучу информацию по этому поводу есть может быть с вами еще вообще может быть даже стрим запилю где будем отвечать на вопросы в режиме реального времени так что спасибо за просмотр дорогие друзья ставим лайк подписываемся на канал жмем на колокольчик обязательно до новых выпусков